Кушайте чай, заваривайте хлебцы! С вами снова Джон Кормилицин и это 20 новостной CG выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Шторм обновился до версии 0.5. Это инструмент для создания симуляции песка, снега, жидкостей, а также он позволяет быстро настраивать твердые или мягкие материалы. В обновлении доработали инструменты VDB, внедрили новую систему дыма Sparse, добавили систему деформации моделей и появился новый solver-opress, позволяющий быстрее производить симуляции. Ну и завезли нодовую систему, с помощью которой будет происходить управление частицами. Инди-версия стоит 149 долларов. Вышло два обновления, Maya 2020.3 и Maya LT 2020.3. Кто не в курсе, Autodesk позиционирует Maya LT, но это как экономичную программу для независимых разработчиков игр. LT предназначена для создания различных игровых ресурсов, ну таких как реквизиты, окружающая среда и даже простые анимированные объекты, ну или гуманоидные персонажи. Так вот в обновлении включили новый инструмент анимации Merge Base Animation Layer, позволяющий при импорте одной сцены в другую объединить базовые слои анимации. Это удобно при работе со сценами, в которой импортируется большое количество файлов. В настройку Human IK добавили новую функцию Neck Motion Reduction, которая позволяет создавать более плавные и естественные движения, ну передаваемые от тела персонажа к шее. Также в обычной Maya улучшили редактор скриптов, обновили подключаемые плагины и модули к Mike Bifrost версии 2.1, R0404 и Rokoko 1.1.2. Ну и еще внесли множество исправлений. А отметим, что теперь в Windows установщик Maya состоит из двух файлов. Разработчики сообщают, что при распаковке Maya 2020.3 в системе Mac OS и Linux может происходить ошибка, если и ранее была установлена версия 2021 любого продукта Autodesk. Обходной путь для этой проблемы описан в документации, а вот Maya LT не поддерживается системой Linux. NVIDIA запустила платформу Maxine для передачи потокового видео в Cloud AI. Работа осуществляется на базе искусственного интеллекта и предназначена для проведения видеоконференц-связи на высоком уровне. Maxine включает в себя последние инновации NVIDIA, такие как сжатие видео, выравнивание лица с использованием генеративных состязательных сетей или проще GAN, далее захват взгляда для осуществления перемещения камеры вместе с совершаемыми движениями головой, а также автоматический перевод в реальном времени с помощью NVIDIA Jarvis и еще сверхвысокое разрешение и удаление шумов. По ссылочке в описании можно подать заявку на получение раннего доступа к платформе. 29 октября 2020 года будет проходить награждение лауреатов 72 премии Engineering Emmy Awards. Эта награда присуждается за инновационные разработки в области технологии вещания. Премии удостоились Epic Games за эффективность работы движка Unreal Engine, а точнее его возможности осуществлять интеграции высококачественной графики и визуальных эффектов в телевизионные шоу. А также за обширные разработки в области инженерии на телевидении отметили еще четырех разработчиков Ньюк. Как сообщает Foundry, цитирую, более 10 лет программа Ньюк принимала участие в создании каждого удостоенного награды Emmy Teleshow. Всех победителей можно посмотреть по ссылочке в описании. А то и во время трансляции на онлайн-конференции GTC 2020 сообщили, что заключают сделку с Beat the Bytes. Это создатели World Creator. Теперь пользователи Octane Render могут получить World Creator бесплатно через R-N-D-R. Генератор ландшафтов будет интегрирован в сам рендер. Ух, и после выхода он будет называться World Creator FX. Объединение позволит облегчить процессы работы между Cinema 4D, World Creator и Octane. В идеале, в долгосрочной перспективе, все основные ноды World Creator должны быть включены в плагины DSS, но чтобы сделать его полностью бесшовным. Уже ближе к концу года добавят подписку на пакет. Ранее мы сообщали, что Атой совершали сделку с Django FX, разработчиками Embergen. Эта программа предназначена для симуляции огня, дыма и частиц. Ну и сами понимаете, что получается уже довольно мощная коллаборация. Атой вырывается вперед. Ну что скажет Redshift. На iPad появилось приложение для 3D-сканирования от Lan Labs. Да, обладателям Android снова облом. Импорт отсканированных данных можно осуществить в нескольких форматах и в 3D-программы. Такие как Blender, 3ds Max, SketchUp, Maya и многие другие. Программа полностью бесплатна и поддерживает iPad Pro 2020 года. Amazon выпустила Lumberyard Beta 1.26. Lumberyard – это игровой движок, технологии которого позволяют создавать в играх изображение высокой четкости в режиме реального времени. Инструментарий включает в себя физически точные шейдеры, динамическую модель GI, систему частиц, инструментарий для создания персонажей и их анимации. Также в режиме реального времени движок позволяет выполнять итерации игрового процесса и сразу же видеть результаты, не дожидаясь окончания сборки и не выходя из редактора. Lumberyard имеет полную интеграцию с Twitch и AVC. Движок можно использовать бесплатно и оплате подлежат только используемые в работе сервисы Amazon. В новой версии старая система CryPhysics, разработанная компанией Crytek, заменена на Physics Game, основанной на технологии NVIDIA. Теперь вращение шарниров, фиксации соединений, взаимодействие объектов между собой стало более реалистичным. Также в версию 1.26 внесли улучшения в работе с ландшафтом и растительностью, усовершенствовали пользовательский интерфейс и изменили его дизайн. А также обновили иконки приложений. Список всех новых фишек найдешь по ссылочке в описании. Для Nuke, Fusion и Natron вышел плагин MakeHDR, который позволяет создавать HDRi внутри самой программы. Для его получения необходимо загрузить исходные изображения, но снятые с несколькими выдержками. Максимально возможно закинуть до 16 элементов. HDRi можно экспортировать бесплатно с разрешением до 2К. А вот версия Pro не имеет ограничений по разрешению и стоит 20 долларов. Ссылка на скачивание в описании. Pixel Lab устраивает конкурс, в котором можно получить видеокарту GeForce RTX 3090. Сами разработчики пишут, при условии, что мы сможем ее достать. Правила конкурса найдешь по ссылочке в описании. Лучше их прочитать. Самое интересное это то, что ты сможешь получить бесплатные VDB файлы для статичного рендеринга взрывов и дыма. Компания Deform Dynamics выпустила плагин Dynamo для моделирования ткани в 3ds Max. Разработчики заявляют, что ускорение производительности будет в 10 или 100 раз выше, чем встроенный модификатор Close. Dynamo обеспечивает естественное взаимодействие материалов с объектами в реальном времени. Плагин поддерживает различные свойства ткани, включая растяжение, массу, жесткость, изгиба, давление, силу ветра и гравитацию. Также столкновение с окружающими предметами выглядит весьма реалистично. Dynamo доступен для 3ds Max 2018 и выше. Стоимость составляет около 100 евро. Но можно, как всегда, опробовать бесплатные 30 дней. Также компания ведет разработку плагина для Unreal Engine 4, но пока что он находится в стадии закрытого бета-тестирования. И еще Dynamo поддерживает Unity. Ссылочка, как всегда, в описании. На Adobe Substance Source добавили еще один набор бесплатных материалов. Сейчас для скачивания доступно 12 штук. Появились дерево, мрамор, металлическая ячеистая поверхность, 4 фасадных материала и яичница, мать твою! Скачать сможешь по ссылочке в описании. Где же ты еще найдешь яичницу? В Marketplace Unreal Engine появился очередной бесплатный контент, доступный в течение октября. Там ты сможешь скачать пак низкополигональных 3D-моделей растений, среди которых имеются дикие травы и цветы для создания лугов, пастбищ и полей. Предоставили пак с музыкальными композициями и звуковыми эффектами, которые подходят для любых хорроров и таинственных сцен. Также среди халявы лежит коллекция средневековых объектов для формирования береговой линии. В пакете более 200 моделей. Это корабли, массивные стены, дома, растительность и различные реквизиты. А также появилась возможность скачать полностью функционального рыцаря средних веков. Каждую часть тела или брони можно настроить отдельно. Кроме этого, еще в набор входит оружие. Весь бесплатный контент найдешь по ссылочке в описании. Всего там 10 паков. Спасибо, друзья, за просмотр. А теперь реклама. Хочешь научиться охренительно визуализировать? Заходи на сайт jcenters.store и выбирай пакет по вкусу. Заходите в телеграм-канал, там как всегда свежак и наилучший мазафака чат. Всем удачи!